Одной из зимних проблем города, помимо снегопада и гололеда, остаются сосульки, свисающие с крыш зданий. Появляются они из-за резких перепадов температуры. Сосульки, которые, так сказать, украшают крыши наших домов, небезопасны. Они могут повредить кровлю, автомобиль, стоящий внизу. Но самое страшное – это убить человека или нанести серьезные увечья. А таких случаев было уже немало. Примеров достаточно много. Дело доходило и до судебных разбирательств. Был причинен ущерб и здоровью граждан, и их имуществу. Для того, чтобы изменить кардинально данную ситуацию, нужно, понятное дело, не звонить, а указывать конкретно, на каких домах существует опасность падения таких глыб. А глыб, порой бывает, как в одном случае, до 200 килограмм человеку чуть голову не снесло на Первомайском проспекте от удара. Мы, как потребители, платим за содержание жилья, отметил Олег Николаевич. А в содержание входит удаление сосулек. И если в результате их падения причинен ущерб, то мы, как плательщики, имеем полное право предъявить в досудебном порядке требования той организации, которая принимает с нас деньги за содержание жилья. Если сосульки так и не удалили, можно смело обращаться в суд. Напомним нашим телезрителям, что при обращении по данной категории дел в суд, вы освобождены от уплаты государственных пошлин, поскольку вы являетесь потребителем коммунальных услуг, и ваше правоотношение с обслуживающей ваш дом организацией Листа СЖ подпадает под действие закона о защите прав потребителей. Поэтому для того, чтобы решить проблему падения сосулек, нужно не молчать, а писать коллективные жалобы. В этом году было уже немало обращений и в префектурой области. Очистка крови или козырьков жилых домов, зданий, сооружений должна осуществляться своевременно по мере возникновения угрозы пешеходам. Если нарушения выявляются на территории, не относящейся к жилищному фонду, то сотрудниками префектуры в отношении нарушителей составляется протокол и направляется в административную комиссию. Штрафы на физических лиц составляют от 500 до 5000 рублей, на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей от 3 до 30 тысяч рублей, и на юридических лиц от 10 до 200 тысяч рублей. Но, увы, даже штрафы пугают не всех, и сосульки так и остаются на домах, подвергая опасности жизнь прохожих. Ну что еще сказать? Ну вы сами видите, непорядок. Но здесь еще пешеходный проход нету, а где пешеходный проход, там плохо совсем. Какие еще пожелания? Надо сбивать их. Ну я бы сказала, чтобы они все убирали, это их забота, чтобы людей как можно меньше погибало. Они убирают, но они же все крыши перепортили. Наши чиновники не думают. Сегодня сделали, а завтра они уже все испортят. Но здесь надо нанимать эту, как их называют, вышку. Вышку нанимать. Но наши 21-й, что ли, это же, вот здесь, не убирает. Ну надо им тоже, чтобы они видели. Опасно очень. Кстати, в интернете есть сайт «Исправим вместе», благодаря которому можно отправить сообщение в администрацию города.